Музыка Я приветствую всех зрителей программы Диалог в прямом эфире на телеканале Мозырь. Всех, кто этим вечером собрался возле своих экранов, чтобы еще раз принять участие в нашем очередном диалоге. Каждый четверг мы общаемся с представителями власти, с представителями организаций, предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города. И стало доброй традицией приглашать в нашу студию представителей правоохранительных органов. Поскольку общаться с правоохранительными органами так или иначе нам всем приходится, кому-то по хорошему поводу, кому-то не очень, я думаю, что традицию стоит продолжить. Итак, сегодня в гостях у нас начальник Мозырской милиции Петр Семенович Зыкун. И хотелось бы сначала озвучить те темы, которые мы постараемся раскрыть во время нашей сегодняшней беседы. Во-первых, мы побеседуем о том, какие проблемы, связанные с законностью и порядком, волнуют Мозыря. Уточним, как все-таки уберечь свое имущество от квартирных краж. Ну и поднимем такой важный вопрос, как нарушение спокойствия нашего города со стороны мотоциклистов или, как еще говорят, байкеров. До какой поры это будет продолжаться и можно ли как-то это явление направить в какое-то другое русло. Ну что ж, Петр Семенович, добрый вечер. Здравствуйте. Петр Семенович, к вам часто приходят люди. Я знаю, что вчера у вас был день приема по личным вопросам. С какими вопросами, с какими проблемами в последнее время обращаются мазыряне? Ну, тематика обращений наших граждан очень разнообразная, но в абсолютном большинстве это сфера семейно-бытовых отношений, это несогласие с ранее принятыми решениями работников милиции и это получение рекомендации при разрешении сложных жизненных ситуаций, совершении сделок. Поэтому обращение граждан всегда у нас является приоритетным. Мы в ходе живого общения устраняем. Приходится признавать свои ошибки, по возможности их устраняем. Приходится приносить извинения, просить прощения у граждан. Есть и ошибки, и мы их признаем. Но и, конечно, не всегда правы и заявители, потому что ситуации рассматриваются с точки зрения закона. К сожалению, есть и такие граждане, которые считают, что если вопрос не разрешен в их пользу, значит он не по закону, он разрешен несправедливо. Поэтому различные ситуации, но, к счастью, всегда из всяких ситуаций есть выход и мы с гражданами, с посетителями находили общий язык. Конечно, после этого приема предстоит еще большая кропотливая работа по устранению тех недостатков, на которые указали граждане. Спасибо, Петр Семенович. Но я хотел бы напомнить нашим зрителям, что задать вопрос Петру Семеновичу Закуну можно прямо сейчас, в прямом эфире. Достаточно позвонить по телефону горячей линии, либо написать нам на электронную почту. Так что можно сказать, Петр Семенович, что прием граждан продолжается, только теперь уже виртуально, посредством телевидения. Но мы сейчас посмотрим первый сюжет, после которого поговорим о квартирных кражах. 11 краж из домовой квартиры за один месяц. Таких рекордов в городе и районе не было уже давно. Похитителей привлекают деньги, драгоценности, ноутбуки и фотоаппараты. В большинстве случаев действовали профессиональные преступники. Это квалифицированные преступники совершают. Ну и, наверное, еще связано с тем, что недавно прошла амнистия и многое освободилось преступников. Покинули места лишения свободы и находятся в настоящее время на свободе. Впрочем, зачастую проникнуть в чужое жилище не составляет особого труда. Слабые двери, открытые форточки, ключи под ковриком. Беспечность хозяев всегда на руку преступникам. Значит, хотелось бы порекомендовать для предупреждения подобного рода преступлений. Это установка наиболее надежных дверей с запирающими устройствами, как правило, металлических. И установление охранной сигнализации, которое данная услуга предоставляется Мозорским отделом департамента охраны. На квартиру с сигнализацией воры обычно не покушаются. Кроме того, сотрудники милиции советуют не хранить дома большие суммы денег. Ведь задержание преступника не гарантирует возврата похищенного. Петр Семенович, зашел разговор о квартирных кражах. Все-таки один из краж за месяц, если учитывать, что до этого все было относительно спокойно. Это достаточно много, думаю, вы согласитесь. Хотелось бы поинтересоваться, так что это происходит? То ли какая-то преступная группировка в городе появилась, промышляющая кражами, то ли это разные люди, скажем так, творили эти преступления. Вы можете сейчас уже как-то прокомментировать? На сегодняшний день дать комментарий тем фактам, которые были озвучены в эфире, продемонстрированы. Пока я не могу. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Следственным комитетом проводится расследование. Значит, что касается квартирных краж, то на протяжении пяти последних лет их число сокращается. Мы имели до августа месяца кражи, но способ их совершения был различный. То ли преступник ранее посещал, был знаком с потерпевшим, то ли случайно знакомился на улицах города, потерпевший сам приглашал, впоследствии становился жертвой преступления. То есть без взлома получается? Без взлома, либо, значит, были и имитации кражи, была беспечность самих потерпевших. Имели место случаи, для примера, когда хозяйка квартиры включила телевизор, расположилась на диване, смотрела, уснула, через час проснулась, телевизора нет. К сожалению, и такие моменты в нашей деятельности. Абсолютно верно. То есть открыта была дверь, и злоумышленники воспользовались. Но что касается последних краж, то мы имеем место, что эти проникновения совершили люди, которые имеют криминальный опыт. Это были взломы, и похищались деньги и драгоценности. Получается, работали уже как по наводке, то есть имея информацию какую-то? Это мы выясним. Я уверен в том, что эти лица будут установлены. В этом сомнений нет. Преступники оставили следы на местах происшествий. Поэтому в ходе расследования это все будет установлено. И эти виновные, дело времени, но они будут установлены. И в этом я хочу заверить и вас, Валентин, и наших телезрителей. Мы имеем массу примеров. Мы буквально июль месяц нас терзал человек, совершая кражи из магазинов, который человек специализировался на этом виде. Который у него у нас показывали по телеканалу. Он установлен абсолютно верно. И такая же судьба будет ждать и этих людей, которые таким способом решили улучшить свое материальное положение и жить за такой счет. Единственное, конечно, неприятные моменты нашим жителям, когда они расстались с имуществом и пришли в жилище. Значит, все перевернуто. Моменты неприятные. И как было в сюжете, в основном проникновение совершается через окна. К сожалению, опыт показывает, что пластиковые окна это не панацея. Они легко открывают. Случается выдавливаться по пакету? Ну, различные способы, сложности особо нет. Ну, и замки, как только устанавливаются, казалось бы, двери имеют повышенную прочность. Однако, есть способы, которыми можно их легко открыть за короткий промежуток времени. Поэтому, я уже повторюсь, на сегодняшний день панацеей от этих краж является сигнализация. Ежемесячная оплата 30 тысяч. Поэтому, наши граждане, конечно же, должны проявлять большую бдительность. Отсутствие длительное время таких видов преступлений, вот, уже как бы... Расслабляет, наверное, немножко. Да, многие наши жители проявляют беспечность. Это и приглашают людей малознакомых. Это на виду оставляют вещи. Потом, значит, драгоценности. Вот. Это все, как искушение для людей, которые имеют криминальный опыт. И примечательно то, что не во всех случаях похищались предметы какого-то быта. В основном, в случае, похищались деньги и драгоценности. То есть, то, что легко унести. А что распоряжение чем, не оставляет каких-либо следов. Потому что, если вещь, то, естественно... Заметно. Заметно. Ну, я дальше о способах не буду говорить, дабы... Лучше не распространять этот опыт. Дабы не делать инструктажа. Ну, конечно, придется потерпеть нашим потерпевшим. Еще в ожидании. Но работу мы видим. Петр Семенович, вот такой вопрос. Насколько велика вероятность, исходя из вашей практики, из вашей опыта работы, что похищенное будет возвращено в том случае, если преступников задержат? Все будет зависеть от того, на какой стадии мы задержим это лицо. Если... Ну, в каждом случае нужно подходить индивидуально. И, конечно же, еще как будет относиться само лицо, которое будет привлекаться к уголовной ответственности, одними из смягчающих обстоятельств является то, что преступник возмещает ущерб добровольно. И мы заинтересованы также в том, чтобы на ранней стадии возместить ущерб потерпевшему. Поэтому и со стороны расследования будут приниматься меры, чтобы ущерб был возмещен, и со стороны работников милиции. Это один из наших критериев оценки. Но, к сожалению, конечно, не во всех случаях, так как проходит время, и преступник распоряжается этим имуществом. Деньги быстро потратить можно? Да. А дохода постоянного и других материальных ценностей, которые бы он смог погасить этот ущерб, у него, конечно, не имеется. Поэтому это также дополнительно еще и в стадии судебных разбирательств будет выясняться. Ну, конечно же, и родственники должны участвовать, чтобы погасить этот ущерб. Это как заглаживание вины. То есть меньше срок, грубо говоря. Ну, я не готов уже комментировать там судебные решения, там материалы уголовных дел, но абсолютно мы в своей работе руководствоваться тем, что в первую очередь нужно принять меры по возмещению ущерба. И это же является смягчающим обстоятельством для лица, привлекаемого к ответственности. Поэтому у нас и у работника милиции, и у лица, привлекаемого к ответственности, есть здесь заинтересованность, чтобы побольше вернуть потерпевшему. Петр Семенович, ну понятно, когда речь идет о золоте, драгоценностях, денег, то есть о чем-то таком, что имеет большую материальную ценность. Но я буквально сегодня читал оперативные сводки, свежие, именно по Мозорскому району. Но, знаете, я вот не знал, мне плакать или смеяться, потому что вот такое сообщение. Когда по бульвару юности человек пробрался в квартиру, то есть, получается, со взломом, я так понимаю, совершил кражу и похитил две бутылки водки и один доллар США. То есть, обогатился страшно. Но получается, что это уже взлом, то есть, уже оттягчающее обстоятельство. Почему люди из-за такой мелочи рискуют свободу? Как вы считаете, в чем здесь причина? Здесь, понимаете, мы ведем речь, вот в данном случае в эфире, о кражах, где люди расстались с имуществом на крупные суммы денег. Но, вот в жизни бывает так, для одного человека и 10 тысяч, и 5 тысяч деньги. А для второго человека эта сумма ничего не значит. Поэтому для каждого человека его имущество имеет цену. Один владеет яхтой, а второй имеет велосипед. И этот велосипед для него ценен, это средство передвижения. Поэтому, если посмотреть милицейскую сводку, сказать, уворовали велосипед, а второго уворовали джип. А может быть тот... Конечно, вы увидите солиднее. Солиднее, да, по ущербу. Но для того человека этот велосипед, на котором он перемещается каждый день на свой огород, и живет этим, это, конечно, ценно. А что касается данного случая, который вы озвучили, ну, если бы было больше имущества, то там бы завладели и большими имуществами. То есть, по независимой от воли лица, проникшего туда, свой умысел не довел до конца. Но сам факт посягательства, проникновение, это уже уголовно наказуемо. Ну, а вы сейчас можете сказать, например, в таком случае, сколько человеку примерно может угрожать по уголовному кодексу? Ну, в данном случае сложно говорить, потому что наказание у нас, оно дифференцировано, и суд будет изучать материалы уголовного дела, учитывать материальное положение лица, что побудило причины, условия, масса факторов, которые влияли на поступок. Вы вспомните Юрия Деточкина, мы все смотрели на него, и у каждого чувство жалости было к нему. Но закон есть закон. С одной стороны, вроде как преступник, а с другой жалко. А с другой стороны, жалко. А есть другие моменты, когда вроде бы и ущерб незначителен, и само преступление не представляет большую общественную опасность, но его способ, дерзость, отношение лица к этому совершенно требует другого подхода. Поэтому, я думаю, оценка будет дана судом в рамках закона. Спасибо, Петр Семенович. Но мы приступаем к ответам на вопросы. Вот к вам просьба поступила от жилцов дома 38 по улице Малинина по электронной почте. Просим организовать патрулирование возле клуба «Драйв» с 23.30 до 24 часов, так как посетители данного клуба продолжаются у гуляния на скамейках возле подъездов, тем самым нарушая спокойствие граждан. Спасибо за то, что обратились к нам. Петр Семенович, можно сейчас что-то пообещать людям? Ну, пообещать, конечно, можно, и патрулирование у нас там предусмотрено в этом районе. Но что-то в конкретное время. Ну, в конкретное время нам еще и проще, конечно. Конечно, но сегодня я бы вот, пользуясь эфиром, спросил, а где не нужен работник милиции, но он есть. У нас сегодня очень много, особенно летний период, мест, где необходимо присутствие работнику милиции. Ну, а, конечно же, то, что там молодые люди ведут себя в нарушении спокойствия, то это наша обязанность. Поэтому это будет учтено, и мы сориентируем наши службы, чтобы они приняли меры, чтобы там, конечно, было. Навести порядок. Да, квалифицировать действия молодых людей, как правонарушение, там, в таких случаях тоже мы не можем, потому что молодежь, есть молодежь, конечно, нужно отдыхать, но иногда нужно и отдернуть людей, сделать замечания. Да, поэтому мы, конечно же, и общественность задействуем на такие мероприятия, так как необязательно человеку в форме. Достаточно подойти, можно и попросить людей. Ну, с другой стороны, бывают достаточно агрессивные компании, к которым подходить. Ну, если, конечно, нужно чувствовать ситуацию, поэтому лучше самому, если человек чувствует, что создастся конфликтная ситуация, то проинформировать 102, и наш дежурный, он управляет всеми силами и средствами дислоцированными в городе и районе, и он направит наряд. Поэтому, я думаю, что такие проблемы мы в состоянии с нашими гражданами решать, и спасибо за звонок, конечно же, будет реакция. Это электронное письмо. Интересуются люди, как можно попасть на прием к Петру Семеновичу? В какие дни принимает начальник милиции? Спрашивает Александра. Ну, среда. Мы с вами начали беседу. Да, потому что у вас вчера был день общения. Да, с 14 до 20, ну, а так ежедневно. Можно обратиться к дежурному. Нет. То есть, если вы будете на месте на данный момент? Да, и телефон 32 12 48, можно созвониться. Если есть вопросы, то можно на конфиденциальной основе, можно официально. Вот, в зависимости, какой вопрос. Спасибо, Петр Семенович. Ну, мы продолжаем отвечать на вопросы. Вот новый вопрос свежий пришел. Жанна Михайловна, улица Интернациональная, интересуется, если сотрудник милиции халатно относится к своим служебным обязанностям, куда обращаться? У меня были такие случаи. Спасибо большое за вопрос. Ну, то есть, гражданин считает, что сотрудник милиции недостаточно хорошо свои обязанности выполняет. Куда обратиться? К кому пожаловаться? Ну, смотря в чем выражалась халатность работника милиции, я бы рекомендовал Жанне Михайловне обратиться ко мне. Мы бы вместе изучили ситуацию. Вот, если, конечно, было обращение по заявлению, оно проведено некачественно, этот материал находится у нас в архиве. Мы бы с Жанной Михайловной, она вправе ознакомиться, и выработали правильное решение. Я же вот вначале сказал, что не всегда работник милиции поступает по закону, но гражданин не всегда воспринимает правильно эту ситуацию. Поэтому в каждом случае отдельно нужно разбираться. То есть, получается, такие недопонимания приходится разбирать вам как третейскому суде? Ну, приходится разбирать, потому что понимать, а понятие справедливости наших граждан тоже надо понимать. Вот, когда я иду по улице, вижу, лежит кошелек, посмотрел по сторонам, никого нет, никто не видит. Раз его скрытно забрал, открыл, а там 300 долларов. Вот это справедливо. А когда свое что-то забыл... Когда сам потерял 300 долларов? И не 300, а хотя бы 50 рублей, то это обидно и несправедливо. Поэтому я не знаю, какая ситуация в данном случае у Жанны Михайловны, поэтому это к ней не относится. Но в целом, я говорю, есть ситуации, но когда мы начинаем разбирать, то, ну, конечно, я не сказал бы, чтобы мы так уже, ну, не признавали ошибок, конечно же, справедливость должна быть, и мы разберем случай и выясним, в чем. Спасибо. Ну что ж, Жанна Михайловна, обращайтесь к Петру Семеновичу. Будем надеяться, что недопонимальность имела место быть, будет как-то исчерпана. Вот по поводу бытовых скандалов пришел вопрос. У меня на площадке живет неблагополучная семья, в свое время не отказались от установки домофона. У них частые скандалы. Они вызывают милицию. Милиция ночью звонит в мой домофон, я не могу спать. Я обязан предоставить доступ милиции, обязан отреагировать на их просьбы, открыть, то есть знак вопроса стоит. Как мне поступать в этом случае? Серьезный, достаточно вопрос. Да, вопрос серьезный. Конечно, это ситуация с неблагополучными семьями, если так можно назвать. То, конечно, она требует такого напряжения и от нас, и от соседей, потому что нам поступает сообщение. Мы обязаны отреагировать, потому что мы получаем сигнал о том, что там совершается преступление. И, конечно же, к кому нам обратиться? К кому обратиться работник милиции? К соседям. Естественно, только к соседям. Поэтому создаем неудобства людям, понимаем, и работники, конечно, это все осознают, о каким способом попасть. А со второй стороны, но если не выехать, если не приехать, а потом там свершится какое-то тяжкое преступление. Что нередко. Люди, что нередко бывает, и потом же и соседи как-то себя будут чувствовать. С одной стороны, да, беспокойство, лишился сна, чувство раздражения возникло у людей, потому что к ним обратились. А со второй стороны, я вот видел ситуации, когда, ну, совершилось тяжкое преступление, люди лишили друг друга жизни. И потом соседям на это все смотреть с таким укором, с укоризной. Поэтому, наверное, нужно все-таки более плотно поработать с этой семьей. Мы, если можно, там у вас указано, эту семью, чтобы, конечно, поработать днем с этой семьей, и чтобы исключить эти скандалы. Конечно, избежать мы их всех не сможем, потому что это на сегодняшний день проблема у нас. Я уже и в начале эфира сказал, что и в ходе встреч с населениями есть у нас проблема. Что такое скандал? Столкновение интересов двух людей. И, как правило, кто у нас становится скандалистами, участниками этих конфликтов? Люди, которые находятся в нетрезвом состоянии, нигде не работающие. А вот интересы которых по различному поводу пересеклись, и они решают таким образом воздействовать друг на друга. Порой один ведет агрессивно по отношению к другому, а тот вызывает милицию. И мы вынуждены. Спасибо, Петр Семенович. Ну, хотелось бы поблагодарить нашу телезрительницу за то, что проявляет такую все-таки ответственность, сознательность гражданскую. Абсолютно верно. Я приношу извинения за то беспокойство и говорю спасибо за такую активную гражданскую позицию. Спасибо, Петр Семенович. Еще одно обращение. Круглосуточный магазин «Жемчужина». С шести утра противно смотреть на пьяных людей. Ругаются матом, дерутся, справляют нужду. От этого страдают жители всех близлежащих домов. Вопрос поднимался не первый раз. Можно ли принять какие-либо меры? Да, вопросы такие не раз поступали. Помните, у меня в наших языках. Да, абсолютно верно. Вопросы такие не раз. Но сегодня стоит вопрос с реализацией спиртных напитков. Сегодня одна из мер, которые нам доступны в правоохранительной системе, это запрет. Но, как показывает наша практика, запрет порождает еще больше проблем. Если запретить, например, с отхода времени до такого-то продавать... Хотим реализовать спиртное в ночное время, нам его поставят другие лица. Мы не будем знать, какого качества поставят. Его привезут или с соседних районов, или с соседних государств, или его изготовят кустарным способом, где-то разведут. То есть, для ночной продажи? Абсолютно верно. Мы уже имели опыт, когда мы все закрывали, не давали возможности нашим гражданам употреблять в ночное время, но все равно таким образом мы пьянство не победили. Что касается самого магазина, то, конечно, основным продуктом, который там приобретается в эти утренние часы, совершенно справедливо замечено, это спиртные напитки. Это страждущие сбредаются? Страждущие, да, сбредаются. И, конечно, их поведение противоправно в той части, что эти люди утратили чувство стыда. Поэтому там, где мы можем, мы их пресекаем. Но ежедневно у нас на вытрезвлении вытрезвитель на 130% наполняемости и больше трех тысяч уже привлечено к административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства. В части вот такого поведения, о котором мы сказали. Более трех тысяч, это с начала года вы имеете в виду? Я имею в виду год. А, то есть? Более год. То есть, получается, по вашим словам, вытрезвитель переполнен и так каждый день? Абсолютно верно. У нас все кое-то месяцы заняты. Сложная, конечно, ситуация. А как сами, например, жители города могут ли как-то попытаться повлиять на ситуацию жителей этого района? Находясь в рамках закона, опять-таки. Дело в том, что у нас, ну, в рамках закона. У нас нету сухого закона. У нас можешь пить. Но у нас не имеешь права находиться в общественном месте в состоянии опьянения, которое оскорбляет человеческое достоинство. Поэтому сложно человеку уследить вот эту грань. Он выпил, один человек выпил 500 граммов водки, и он нормально себя ведет. По нему не видно. А второй выпил 50 граммов. И очень заметно, и он уже утратил чувство стыда и совершает такие действия, которые в окружающих брызгливость вызывают. Поэтому очень сложно здесь определить. Здесь все связано с общей культурой человека. Низкий уровень культуры. Административными рычагами, правовыми рычагами воздействовать на это. Ну, это такие меры принуждения, как задержание, как ограничение и вытрезвитель. Поэтому построить свою работу только на мерах принуждения, на задержаниях, связанных с другими принуждениями, конечно, это было бы неправильно. Но если такая, конечно, ситуация, то необходимо, и мы будем работать и с торговлей в этом плане. Потому что, я так полагаю, что продается спиртное и людям, которые уже находятся в подпитии. Но опять-таки продается, не имеет права не отпустить товар, когда человек требует. Поэтому с этой проблемой необходимо еще продумать и более тонко подойти. Это непростая ситуация. Ну, как раз наш телезритель высказывает личное мнение. Александр Николаевич Реев отмечает. Считаю, что не нужно все списывать на милицию. Нужно людям проявлять сознательность и гражданскую ответственность. Ну, что ж, тоже есть большая доля истины в этих словах. Мы прерываемся на короткую рекламу, после которой продолжим нашу беседу. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Предотвращает образование конденсата. Подходит для утепления деревянных домов, веран, бань. Экологически безопасен, слабо горюч. Зачем долго и дорого утеплять, когда достаточно покрасить в ТСМ керамик, причем в любой цвет. Технология будущего теперь и в Беларуси. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Впервые в Гомеле. Золотой цирк России представляет. Тибетские яки и карнавал животных. Индонезийский бой быков. Испанская корида. Верблюды, медоведи, помы, лавы, страусы. Яки на мотоциклах. С 15 сентября. Золотой цирк России. Санаторий Сосны предлагает санаторно-курортное лечение на современной базе. Кедровая бочка, лечебной грязи Сакского озера, солевая комната, минеральная вода двух видов. Бассейн, сауна, спортивный тренажерный зал. Открытые спортивные площадки с покрытием. Комфортабельное проживание, пятиразовое питание, заказ, меню. Развлекательные программы, экскурсии, отдых с мангалом на берегу реки. Бесплатный проезд до города и обратно автобусом санатория. Санаторий Сосны. Фабрика здоровья. Я напомню, что в гостях у нас Петр Семенович Зыкун, начальник Мозорского районного отдела внутренних дел. И мы продолжаем общение с жителями нашего города по поводу обеспечения правопорядка. Петр Семенович, вы готовы продолжать? Готов. Тогда продолжаем. Интересные вопросы нам поступают сегодня. Наш постоянный зритель Артур интересуется. Скажите, пожалуйста, почему в ночное время выгоняют из нашего парка? Я так понимаю, речь идет о городском парке, скорее всего, Победа. Зачем там охрана? Ведь кроме деревьев охранять нечего. Зачем это? Хороший вопрос. Зачем? С удовольствием отвечу на этот вопрос, Артура. Я думаю, что никого там работники милиции не выгоняют. Единственное, что парк – это место, где у нас очень много молодежи. И увеселительное заведение. И, как правило, в вечернее время люди находятся в подпитии. Поэтому, дабы люди не стали там жертвой каких-либо обстоятельств, работники милиции предупреждают и просят пойти домой. Я думаю, это так. Поэтому, может быть, просьбу работников милиции Артур расценил, как попытку выдворить из какого-то общественного места. Ну, конечно, если в трезвом состоянии, с добрыми намерениями, то я думаю, что можно находиться, наслаждаться природой, место очень красивое, то, я думаю, оснований выдворять нет. Если, конечно, в рамках закона поведения не противоречит ничего. Вот интересный вопрос по телефону был задан. Я любитель футбола. Часто хожу на стадион юность. Мне уже скоро 60 лет, а меня обыскивает ОМОН. Например, летом я был в одной тенниске. Видно, что ничего у меня нет. Обыскивают полностью. Уже противно и унизительно ходить на стадион. Меня это унижает. Только фамилия подписалась на что-то. Зритель сказал фамилию Дегтярев, болельщик футбола. Спасибо за то, что обратились. Что можно ответить человеку? Я отвечу так, что это не правило, которое мы придумали. Это международные правила, международная федерация футбола. Это мировая практика. Мы видим по каналам Евроньюз, что происходило в Каире, Александрии, Петербурге, в Москве, в Париже, в Лондоне во время матчей. И если наш уважаемый телезритель видел, что происходило на футболе, как вели себя фанаты команды «Гомель», последняя, несмотря на наши досмотры, различными способами пытались пронести предметы, которые были запрещены. К сожалению, у нас вот это течение, они настроены агрессивно. Есть команды, которые воспринимают друг друга очень агрессивно. Поэтому, дабы не стать жертвой каких-либо обстоятельств, мы вынуждены. Эти правила придумали не мы. А вот раньше в советские годы их не было, таких-то смотров жестоких? Они были всегда, но раньше как-то фанаты этого движения не было. Хотя было. Если мы, такие известные команды, не на уровне районных команд, а команды республиканского значения были, фанаты «Спартака», фанаты «Динамо». Поэтому мы имели уже хорошие уроки, поэтому, дабы не допустить тяжелых последствий, потому что люди приходят наслаждаться игрой, а некоторые люди приходят выразить там свои эмоции. Все равно, как там играет команда, они приходят туда, чтобы развить себя другим способом. Покричать, создать конфликт, подраться, а в такой массе людей очень сложно потом искать виновного. Поэтому нужно принять меры предупредительные. Ну, конечно, сама процедура обыска для наших граждан неприятная, но здесь нужно относиться с пониманием, потому что здесь мы руководствоваться инструкцией, есть закон о массовых мероприятиях, это спортивно-зрелищное, культурно-массовое мероприятие. Поэтому мы это вынуждены сделать, и нужно относиться к этому с пониманием. Спасибо, Петр Семенович. Я напомню, что вопросы задать можно в прямом эфире. Достаточно позвонить по телефону в горячей линии, либо написать нам на электронную почту. Что многие телезрители, надо сказать, и делают. Итак, вопрос от нашей постоянной телезрительницы Яны. Со скольки и до скольки в квартире можно громко слушать музыку и шуметь? Ну, конкретно в законе определено ночное время с 22.00 до 6.00. Это ночное время. По правилам, по санитарным правилам с 23.00 до 6.00. Но нужно учитывать, что есть допустимые пределы звука. Можно и в дневное время включить музыку, создать невыносимые условия для проживания соседей. Если кто-то работает в ночную смену, пришел после работы в свою квартиру и не может отдохнуть даже днем. Но ко всему нужно относиться разумно. Нужно находить общие языки с соседями. Если понятно, какое-то там событие, день рождения, какие-то семейные мероприятия, то можно обратиться к соседу и предупредить. Либо хотя бы прийти на следующий день и извиниться за свое поведение. Поэтому нужно закон законом, правила правилами, нужно всегда руководствоваться разумом. Делать так, чтобы не создавать проблем другим. Мы хотим, чтобы нас уважали, чтобы мы находились в правовом поле, но нужно уважать и права других. А получается, если в 6 утра, когда ночь формально заканчивается, включить музыку, соседи тоже будут недовольны. Абсолютно верно. Вы правильно заметили. Если у пол седьмого люди еще отдыхают, скажут, да, я вот сухо руководствую заход. Нет. Поэтому есть допустимые нормы звука. Каждый человек это воспринимает по-своему. А вот это наши санитарные службы могут замерить этот звук. Но дело не в этом. Нужно учитывать и интересы окружающих. И я думаю, что проблем не будет. Спасибо, Петр Семенович. Позвольте немножко, скажем так, разбавить тот деготь, который нам сейчас поступает ложечкой меда. Благодарность от Зины до Николаевны, жительница дома по улице Чехова, дом номер 3. Хотелось бы поблагодарить Петра Семеновича за чуткое реагирование, за внимание, за отношение к людям. Большое спасибо. Очень приятно слышать такое. Спасибо, что заметили нас. Ну, приятно, когда не только критикам звучит. Да, да, да. Конечно же, это будет приятно и всему коллективу. Увидеть, потому что это, прежде всего, заслуга работников и лиц. И поэтому, как видите, одно маленькое обращение разбавило. Действительно. Ничего, мы продолжаем разбираться с серьезными вопросами. Александр обращается в наш телезритель, подписавшийся, как дядя Солей. Интересно. Петр Семенович. Мотоциклисты мешают спать по ночам иногда. Имеют ли они на это право? Вот хороший вопрос, уважаемый дядя Солей. Мы постараемся на него ответить после сюжета как раз на эту тему. Мы сюжет сегодня подготовили, очень хорошо угадали с вопросом. Оставайтесь с нами. Сегодня около здания РУВД необычное собрание. Вместе с милицией проблемы безопасности обсуждают байкеры. Повод – жалобы мазырян на мотоциклистов-экстремалов. На опасное вождение днем и рев моторов среди ночи. Милиция пытается воспитывать нарушителей юридически, а опытные байкеры – через неформальные беседы. Мы его отлавливаем сами и говорим, так делать нельзя. Так поступать не стоит. Но как, помогает здесь? Ну, во многих случаях, да, помогает. Но в некоторых тебя даже не слушают. Так ведут себя далеко не все байкеры. Многие активно участвуют в городских мероприятиях и в благотворительных акциях. Андрей Казак – один из них. В седле мотоцикла уже 30 лет. И от поведения некоторых молодых байкеров не в восторге. Как везде принято, ложка дегтя портит бочку меда. Видно, это связано с возрастом, может быть, с каким-то волнением или же с движением. Это характер человека, от его складома. Многие-то перерастают, переходят. Потому что у каждого из нас тоже есть и дети, и жены. И этот звук по ночам тоже мешает. Я сам работаю на работе, где очень нужно как бы сосредоточиться, успокоиться. Потому что работаешь под напряжением до 1000 вольт. И когда в 2-3 часа ночи проносится кто-то, то самому неприятно. Если шум просто раздражает, то изда на заднем колесе или стоя в седле у многих вызывает ужас. Не говоря уже о превышении скорости. Как итог, кровь на асфальте, тяжелые травмы, смертельные исходы. Типичная картина ДТП с участием мотоциклистов. Но запретами проблему не решить, считают опытные байкеры. Нужно пойти под ром, я думаю, пути. Может быть, создать какую-то общую трассу. Там, за городом, более безопасную. Потому что раньше, помните, мы боролись, как и с уроком боролись, и с длинными волосами, и с клешами. Все это переросли, решили же вопросы. Поэтому то же самое возникло и у нас. Это не только в Мозыре, это буквально во всех городах. Идеальный вариант – отвезти для любителей мотоспорта специальное место, где они не создавали бы помех дорожному движению. Для этого нужно, во всяком случае, минимальные затраты. То есть создать какую-то трассу своими силами, и мы это восстанавливаем. Силами, силами города, нашими же байкерами. В отдельной трассе нуждаются и драгрейсеры, и любители автогонок. Подобные соревнования в Мозыре проводятся давно, и, как правило, неофициально. Хотя любители экстрима присмотрели места, где можно было узаконить авто и мотогонки. Например, этот карьер на въезде в город. Но суждено ли планом воплотиться, зависит от инициативы самих любителей и от местных властей. Петр Семенович, проблема байкеров уже не раз озвучилась. У нас был и начальник дела ГАИ в гостях, сидел буквально на вашем месте. Но, тем не менее, это все остается. Вот неужели нельзя собрать тех же молодых байкеров, которые еще так достаточно активно себя ведут на дороге, какую-то беседу с ними профилактическую провести, объяснить, рассказать, почему такое до сих пор творится в городе? Ну, понимаете, Валентин, я бы не сказал, что у нас существует проблема с байкерами. У нас как такого проблемы нет. Да, у нас действительно есть жалобы, потому что есть езда в ночное время. На сегодняшний день мотоцикл, это транспортное средство, вполне законно. И я абсолютно уверен, что завод-изготовитель, который выпустил этот мотоцикл, имел возможность установить бесшумный глушитель. Однако, установил такой глушитель, чтобы был рев. Для чего это? Прежде всего, что водитель мотоцикла становится жертвой дорожно-транспортного происшествия. Он бесшумно подъезжает к автомобилю, и водитель автомашины, не заметив, при совершении маневра, создает условия, при которых мотоциклист просто погибает. Поэтому, это я из истории. Поэтому завод-изготовитель... Сейчас мотоцикл, так сказать? Да. Он предусмотрел именно такой глушитель, чтобы этот водитель мотоцикла обозначил себя звуком. Такая проблема, практика существует, езды во всех городах. Не только в Мозыре. Если мы возьмем такие города, как Винск, Москва, Санкт-Петербург, Варшава, Берлин, Лондон, то там гораздо больше мотоциклистов. Второй вопрос. Все упирается в культуру езды на мотоциклах. Конечно же, присутствие здесь, так по-бытовому говоря, по-народному ухарства, бравирование. Обязательно должна какая-то публичность восприятия быть. Необходимо проехать по центральной улице, чтобы вызвать восхищение прохожих. Что касается нас, как работников милиции, то за последнее время работу с этой категорией мы ужесточили. Я приведу вам цифры, если позволите. Пожалуйста. Управление мотоциклами в состоянии алкогольного опьянения. 26 человек. Это с начала года? Это с начала года. 26 человек лишены прав. Управление без водительских удостоверений. 19 человек. Управление незарегистрированными транспортными средствами. То есть мотоциклами? Мотоциклами. Мотоциклами. Каким способом они поступают в Республику Беларусь? Кто их поставляет? И эти мотоциклы. Конечно, это собственность. Но собственность, она должна быть зарегистрирована в установленном законном порядке. И должны иметь водительские удостоверения соответствующей категории. Технический осмотр. Ну и, конечно же, соблюдение правил дорожного движения. Я, если приведу цифры за превышение скоростных режимов, то, конечно же, в разы, если 26 человек пьяными, то, конечно же, в десятки раз это около 300 нарушений скоростных режимов. Со стороны мотоциклистов вы имеете? Со стороны мотоциклистов. Но это административные меры. Люди платят штрафы и продолжают ездить. К сожалению, нет у нас таких полномочий, чтобы мы изъяли этот мотоцикл или запретили. То есть на какое-то время изъять, чтобы было можно, да? Мы не можем. Сегодня это, ну, может быть и правильно. Нам это и не нужно, во-первых, ну, хранить мотоцикл. Второй вопрос. Мы должны понимать, что мотоцикл это собственность человека. Мы не можем лишить права собственности. Вот если человек себя так ведет некрасиво. Второй вопрос. В законе о дорожном движении езда стоя ногой на бензобаке, либо там управлять мотоциклом какой-то другой частью тела, там нетрадиционно. Так не прописано. Ведь закон рассчитан на людей, которые адекватные, которые разумные. Уже подразумевается, что ты управляешь, тело свое размещаешь надлежащим образом и готов всегда среагировать на дорожную ситуацию. К сожалению, люди, ну, доводят свои навыки, совершенствуют для того, чтобы их езда выглядела какими-то трюками. Ну, так и получается, фактически каскадерский уровень. Каскадерский уровень. Вот. И это в основном молодые люди. Я бы не сказал, что они отрицательно характеризуются. Они из хороших семей. Они материально обеспечены. Вот это штрафы. Ну, не злоупотребляют. Вот эти штрафы, они уплачены. Это суммы 50 базовых величин. Это немалые суммы. Это 5 миллионов. И выше. И лишение прав. Абсолютно верно. Поэтому, что касается административного воздействия на эту категорию, да. Здесь прозвучала точка зрения, что необходимо, ну, как-то организовать. Абсолютно согласен. Есть общество садоводов, есть общество огородников, общество рыболовов, охотников, общество, ну, значит, мотоциклистов, байкеров. Хотя, вот, если мы возьмем, вот, проанализируем сюжет, то я так понял, эти люди, которые показывают трюки, их сложно отнести к байкерскому движению. Они сами по себе. Они приобретают эти мотоциклы, смотрят друг с другом. Они где-то в социальных сетях находятся, они снимают эти ролики, передают. Они все известны. Они все находятся в интернете. Сложности какой-то для работы с ними нет, и мы эту работу ведем. То есть вы их всех, получается, по-фимински знаете? Абсолютно верно. И мы с ними и со всеми общались. Но, к сожалению, не все воспринимают. Единственное, что вот когда случается трагедия, и когда потом они все собираются, и вот тогда им говорят, смотрите, вот тогда уже прозревают и родители, и родственники, и все, и близкие, и знакомые. Конечно же, ни одна милиция должна обращать на них внимание. Потому что вот это рисковое поведение, оно не оправданно. Эти риски не оправданы. Потому что, вот, как вы показали в сюжете, молодой человек управлял мотоциклом стоя, но он же малейшее препятствие на дороге в виде камня, какого-нибудь, или там палки, и он не сможет справиться с управлением. Он может себе увечья причинить. Кроме того, от его этого вождения могут пострадать люди. Мы это осознаем и понимаем. Потому что с нашей стороны будет ходатайство органов власти, чтобы этот вопрос рассмотреть с участием же любителей мотоциклов. Ну, как вы считаете, если сделать отдельную площадку, куда могли бы приходить и зрители посмотреть, и, соответственно, мотоциклисты, байкеры показать свои умения, то есть, как бы, зрители будут, площадка будет отдельно всех. Это помогло бы хоть как-то решить проблему? Понимаете, я скажу вам откровенно, и буду откровенен перед нашими зрителями, вопрос, да, организовали это мероприятие, начались эти трюки. Не дай бог несчастный случай, кто будет отвечать? Организаторы, получается. Сегодня, если организовать, то должны быть какие-то правила. А кто пропишет в каких-то правилах, стоя на пробке бензобака, управлять мотоциклом? Поэтому сегодня сложно. И сегодня, наверное, ни в одной стране мира нет такого юрлица, скажем так, где бы это было зарегистрировано, и кто-то взял на себя ответственность. Потому что это очень, можно сказать, кровавый спорт. Правила дорожного движения написаны человеческой кровью, как устав караульной службы. Его нужно соблюдать свято. Что касается этих людей, то они этим пренебрегают. И к примеру масса. Спасибо, Петр Семенович. Будем надеяться, что вопрос положительно решится, что будут довольны и байкеры, и жители нашего города. Но мы продолжаем отвечать на вопросы. Времени осталось немного, а вопросов набежало немало. Что ж, продолжаем. Ну, поначалу благодарность. А жительница дома 73 по улице Пролетарской Тамары Яковлевны Телиш. Благодаря милиции около дома во дворе навели порядок. Обстановка стала спокойнее. Примите благодарность, Петр Семенович. Спасибо. Ну, а вот теперь то, что называется «я люблю». Дрожь Б24. В торце дома магазин «Этанол». Около него собирается в кавычках городской бомон со всеми вытекающими последствиями. Часто наблюдаю картину. Милиция их забирает, а они возвращаются на свое место снова на следующий день. Милиция, по правде говоря, уже устала и перестала на них реагировать. Когда наведут порядок? Ну, понятие порядок здесь тоже очень обширное, да? Я так полагаю, бомонд это... Скорее в ироническом смысле. Да. Здесь доля иронии, где собирается. Мы можем задерживать людей за конкретное правонарушение. А постоянно куда-то изъять этих людей, содержать их, кормить, одевать и устраивать их быт, на сегодняшний день такая задача не стоит, и мы не правомерно. Ну, так, судя по вопросу, их и задерживают периодически. Они задерживаются в соответствии с законом. К ним применяются меры административного воздействия. В рамках статьи накладывается наказание, либо штраф. И они, конечно, возвращаются к месту жительства. Но потом праве поступить... То есть праве купить и выпить опять, да? То есть они тоже не помешают. Но мы не можем на сегодняшний день запретить гражданину выпить. Гражданин не лишен дееспособности, и эту покупку он может сделать. Второй вопрос. Мы же не можем полностью решать за человека. Он должен сам решать. Поэтому моральная ответственность должна пробуждаться в этих людей и жильцами домов. Спасибо, Петр Семенович. Ирина Александровна задает интересный опрос. Освещение на улицах ночью отключается. Увеличилось или уменьшилось от этого количество преступлений? Общее число преступлений на протяжении пяти лет сокращается. А на протяжении нескольких месяцев? Значит, на протяжении нескольких месяцев мы имеем положительную динамику преступлений. Особенно в общественных местах хулиганства. То есть стало меньше получается? Наш освещение выключается после двух часов. В ночное время. Это связано с понятными причинами, кого мы освещаем в ночное время. Ночью человек должен отдыхать. Конечно, есть случаи, когда человек идет с работы или что. Но это не массовые случаи. И я думаю, что освещение не влияет. У нас большая часть преступлений в ночное время совершается в квартирах во время распития. И в заведениях, где идет массовое распитие, либо какие-то неорганизованные мероприятия. Вот там да. А что касается улиц, то в данном случае это не влияет. Спасибо, Петр Семенович. Еще один вопрос. Как можно поступить в дружину ГАИ? Тоже хочу внести в свою лепту стабильность и спокойствие на дорогах. Есть ли сейчас такая дружина? Существует в наше время? Существует. С удовольствием рассмотрим. И при великим удовольствии сам лично рад встретиться с человеком. Можно обратиться к начальнику ГАИ, к любому инспектору ГАИ. Такой проблемы нет. Спасибо. В какие службы можно обратиться, если у соседей громко и постоянно играет музыка? Можно обратиться в милицию, можно обратиться в ЖКХ службы, в ЖЭУ. Но если это в ночное время, понятно, что службы и коммунальное хозяйство не работают, можно обратиться по 102 к нам. Мы зафиксируем данный факт и квалифицируем действие. Если это, конечно, лицо нарушает спокойствие умышленно, и для того, чтобы создать такие условия, мы квалифицируем действие. Можем направить в суд, можем направить для составления протоколов службы жилищно-коммунального хозяйства за нарушение правил пользования жилыми помещениями для рассмотрения. Спасибо. Ну, наверное, после этого, в первую очередь, попытаться сначала с соседями поговорить. Может, как-то без милиции удастся договориться вдруг. Еще один интересный вопрос пришел от нашей постоянной телезрительницы Яны. Кстати, что-то Руслан Аркадьевич, наш постоянный зритель, молчит. Руслан Аркадьевич, объявитесь, как-то я уже волнуюсь. Так вот, Яна задает вопрос. Имеют ли покупатели в пьяном состоянии в магазине право требовать жалобную книгу? Я так понимаю, Яна работает в торговле. Синедрезвый покупатель требует жалобную книгу. Как реагировать продавцу? Значит, состояние покупателя продавец должен оценивать. Если это лицо находится в состоянии опьянения и своим внешним видом оскорбляет достоинство и нравственность, его поведение, поскольку магазин это является общественным местом, уже противоправно. Поэтому данное лицо, находясь в таком состоянии, оно не осознает характер совершаемых действий и нельзя идти на поводу этого человека. Он не в состоянии писать в той книге. Он может привести ее в негодность и совершить другое правонарушение, завладеть, как этой книгой. Поэтому необходимо сообщить в милицию, данное лицо поместить в медицинский вытрезвитель. Но здесь есть и другой вопрос. Когда лицо употребило алкоголь, наличие в организме алкоголя имеется. Однако человек адекватен и видит нарушение, поэтому непредоставление книги является также правонарушением. Поэтому здесь нужно оценивать адекватную ситуацию. Спасибо, Петр Семенович. В конце нашего эфира озвучу благодарность. Спасибо, Петру Семеновичу, за чуткое отношение к людям и за понимание. Зинаида Михайловна благодарит вас. Спасибо. Петр Семенович, спасибо за общение. Очередной раз было приятно с вами пообщаться. Возможно, какие-то вопросы после нашего эфира будут решены. Что бы вы могли пожелать нашим телезрителям? Что бы я пожелал нашим телезрителям? Спасибо за те вопросы, которые поступили в мой адрес. Это еще один раз сориентирует нас, по каким направлениям необходимо работать. Очень много обозначили проблем. Над ними мы всем коллективом будем работать. И было очень много вопросов, отвечая на которые, нельзя было руководствоваться чисто нормами права, писанными законами. Часть из них можно снимать, проявляя уважение, добродушие, проявляя другие положительные человеческие качества. И, конечно же, не могу не сказать, в преддверии событий политических, которые будут происходить в нашем обществе, многие требуют от нас мер реагирования, а у нас нет таких полномочий. Мы исполняем закон, а закон пишут граждане. Поэтому я бы тоже спросил, вы мне вопрос задали, а вы на выборах были. Поэтому я бы хотел всем пожелать удачи и в обязательном порядке принять участие в предстоящих выборах, которые будут происходить в эти выходные. Тогда очень много вопросов правовых, которые не снимутся. Каждый человек сможет выразить свою политическую волю и тем самым принять участие в написании того или иного закона. Спасибо, Петр Семенович. Напомню, что в гостях у нас был начальник Мозорской РВД Петр Семенович Зыкун. Смотреть программы нашего телеканала вы можете на сайте в интернете tkm.by. Также ищите нашу группу ВКонтакте. Она так и называется, телеканал Мозорь. С вами был Валентин Бойко. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok